Всем привет! С вами снова подкаст «Хочу в геймдев» и его ведущий. Я Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенции в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса в ШЕ, где мы уже больше шести лет учим людей созданию игр. Ближайший наш курс начнется в мае, менеджмент игровых проектов, но уже в декабре можно пойти учиться на программы повышения квалификации по нарративному дизайну и по основам создания игр. И с нами наш научный руководитель, игровой продюсер и преподаватель наших образовательных программ Константин Сахнов. Костя, привет! Слава, привет! Друзья, привет! И сегодня мы с вами будем обсуждать новую профессию. Это сложно даже назвать профессией. Это, скорее, большая глобальная роль в компании. Сегодня мы поговорим о том, как прийти к тому, чтобы стать руководителем своей игровой студии. И об этом нам расскажут наши гости. Кирилл Заловкин, руководитель студии Hardcore, автор игры Gripper. Кирилл, привет! Привет, привет! Спасибо, что пригласили. Рад вас всех тут слышать. Пановарев Евгений, руководитель студии AnzGame. Евгений, привет! Да, привет! Я очень рад всех слышать. Надеюсь, что это у нас будет очень продуктивная встреча, где расскажем очень много полезного о том, что это из себя представляет руководитель студии. Да, что это за роль такая интересная в компании. И с нами наш замечательный выпускник наших образовательных программ, менеджмент игровых проектов, глава студии Одметр, Дмитрий Светлов. Дима, привет! Привет! Привет, Слава, привет! Все остальные привет слушатели. Итак, сегодня мы поговорим про роль руководителя студии, как к этому прийти, какими качествами надо обладать, какую литературу почитать, чему учиться и, в принципе, чем занимается человек в этой роли в игровой компании. И давайте начнем с того, что попросим наших гостей рассказать о том, а как они сами пришли к тому, что стали руководителем студии. Кирилл, давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, свою историю. Я работаю с играми уже 18 лет. Страшно сказать. Я уже начинаю преуменьшать тот порог, когда начинаешь преуменьшать, сколько ты делаешь игры. С 2002 года я, как инди-разработчик, мог засветиться на форумах GameDev.ru, если помните, такие были там мои первые игры One Man Army, Way Out, которые я выкладывал, значит, со своими друзьями-энтузиастами только туда и нигде больше, наверное, их уже не найдешь. Затем мы, получилось так, контракт осуществили для одного портала крупного казахстанского. Игра называлась Logic. Это была наша первая Adver Game. Затем мне предложили для какой-то канадской компании сделать еще одну инди-игру Hit the Road. Вот она у меня называлась. И за нее мне заплатили, смешно сказать, 100 долларов тогда. Но я был еще школьник. И для меня это были большие деньги. Когда мне дали 50 вперед, я, конечно, начал очень сильно мандражировать. Затем я работал на компанию Olawar удаленно. Мы делали Hidden Object Puzzle Adventure, Cronvill's Talent Dreams. Olawar его потом перепродавала для Big Fish Games. Был такой этап, когда эти жанры были популярны. Я после этого устроился в компанию Pragmatics, где работал на 3-2-play стратегии. И называлась она WarMix. Я думаю, некоторые люди, которые давно еще помнят ZARU в ВКонтакте и помнят, что WarMix была одна из самых популярных игр ВКонтакте. Это, в общем-то, WarMix для социальных сетей, если так коротко сказать. Дальше я работал на Death Tour. Orbix, собственный проект у меня был уже с международной командой, где приходилось уже выступать как руководитель. У меня была своя студия, где мы вдвоем издали, собственно, создали игру Steam Panic с художником вдвоем, которая получила семь наград таких профессиональных. Уже там и DevGum был, уже был и ВК-фест, и еще какие-то фесты. Затем я сделал игру Paper Knight, ритм-игру. И потом поработал на Wargaming, поработал на Mail, на AAA, и сейчас ушел, чтобы делать игру своей мечты, продолжать делать Reaper. И теперь я сел к собственной студии. Ну, у меня есть соучредители, но фактически я являюсь директором компании и автором идеи. Нормо. Спасибо, спасибо, Кирилл, за твой рассказ. Какой у тебя длительный путь в GameDev. 18 лет все-таки. 18 лет, это много, да. Да, я попытался упаковать. Да, Кирилл профессиональный инди-разработчик, вот прям самый, что ни на есть, настоящий, живой. Да, точно. Евгений, расскажи про твой путь. Мой путь примерно с того же времени начинается, как и у Кирилла. Вот я где-то в 2002-2003 году начал свой путь. Начал с такой компании, как Combat.ru, может быть, ее кто-то помнит. Ого, это бойцовский клуб? Да, бойцовский клуб еще тогда, когда к ним присоединились панзары в свое время. И тогда я начинал еще с того, что занимался макапом. Ко мне приезжали различные студии со всей России. И мы занимались режиссурой макапа. После этого я неожиданно попал в одну, на то время известную компанию, называлась она Helios Media. Я думаю, что индустрия помнит такую игру, как Lada Racing клуб, я увидел, как не нужно делать игры. Это хороший опыт. Ребята очень крутые внутри страны маркетингов. Были где-то плюсы-минусы. Я видел, что у них могло все получиться. Но это был промежуточный опыт перед ходом в большие собственные игры. Дальше, собственно, был длинный путь в Невал. В Невале там переходил от одного Невала в другой. Начинал еще с героев. Дальше были Аллоты. Еще много-много различных, собственно, на которых мы там работаем. После этого был период, где я занимался своей студией. Это был первый опыт мой, как SEO. И он был не очень удачный. Очень хотелось прям белую компанию. Поэтому мы проработали где-то 8 или 9 месяцев. И поняли, что не получится это на тот период. Мало опыта, я бы сказал. После этого я еще поработал с ребятами из Destiny. Работал также в Disney. Несколько лет работал с Nexters. Какое-то время, пока не организовал свою компанию. Вот, Inplex Games. Там от первого болтика до почти релиза. В какой-то момент вышел и организовал свою еще одну студию. Это уже напитанный опытом предыдущих нескольких лет работы. Это Airworm студия. Она в течение какого-то времени работала. Где-то я вышел уже из нее. И сейчас я, собственно, занимаюсь студией Unz Games. Руководитель студии. Управление, которым делаем игры по выживачу. Собственно так. Тоже очень длительный путь. Еще такие игры легендарные вспомнил. Получается, ты из нас больше всех, да? В GameDevue из всех, кто здесь собрался. Да, я думаю, что примерно с Кириллом надо. В одно время. Я помню его посты на ДТФ. Я иногда пытаюсь на Гугле найти какие-то посты с ДТФ. Там же осталось со старого. И там в хрониках иногда нахожу тех или иных людей, которые очень много интересной информации писали. Действительно полезно. Интересные тогда были. Да, да, да. Видимо, когда мы с Вячеславом еще заканчивали университет, только Евгений уже делал свои игры. Да, когда мы в Бойцовский клуб только играли. Да, да, да. Бойцовский клуб – это прям вообще потрясающая история. Я до сих пор помню, как иконки там рисовали и делали. И на следующий день уже их отправляли на аукционы. Такой, о, ничего себе. Это потрясающе. Я тоже хочу заниматься таким же фри-то-плеем. Прям зеленый-зеленый еще был. Да, рынок цикличен. Тогда продавали, да, там это… Помнишь, там же были прям уникальные артефакты, которые только у одного человека в одном лице там за несколько тысяч долларов, а то и несколько десятков тысяч долларов. И сейчас в играх, которые с технологией блокчейн, тоже это за несколько десятков тысяч долларов один предмет в одном лице. Да, то есть прям вот циклично, только сейчас более технологично. Прямо один в один. Один в один вот сейчас повторяется. Смотришь на это и думаешь, господи, почему ты сейчас еще не начинаешь? Да, 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 все верно. Матрица, там ДТФ. Я думаю, отдельный подкаст тоже на эту тему обязательно проговорим и снимем, потому что тема безумно глубокая. Я вот вспоминаю, когда я работал в Панзаре, у нас ходили легенды по тому, как организованно была работа в бойцовском клубе, насколько иногда просто быстро принимались решения, что сейчас пришел запрос от игрока, сегодня вечером уже ему продали какую-то шмотку. Я вот не знаю, скажи, это действительно так было? Да было такое. Было, было. Я до сих пор помню, там было несколько художников, которым прям прибегали и говорили, что срочно надо. Прямо вот сейчас, вчера. Он рисовал. Было несколько ребят, которые прям вот золотые были, которые вот делали очень быстро, и у них забирали уже в какой-то момент, бежали обратно, делали. Ну, это видно было вот этот драйв, который там был. Это супер просто. Когда вот мы с Вячеславом только познакомились, мы вместе работали со Славой в мейле, и я помню, там было много таких же ситуаций, когда пришли какие-то запросы, и Слава такой, китайцы срочно хотят чего-то, или наоборот нужно нам чего-то от китайцев. Это, конечно, потрясающие времена. Ой, да, золотую эру геймдева вспомнили. Возвращаемся в нашу современность. И, Дима, расскажи, пожалуйста, свою историю. Когда и как ты пришел в геймдев, и как стал руководителем своей студии? У меня очень короткая история по сравнению с предыдущими говорившими. Но она короткая, наверное, как история человека из геймдева. Но руководителем я работаю давно. Наверное, сразу, как вышел исследование студии, я стал руководителем. Но тогда еще в студии компьютерной графики. И в какой-то момент пришла идея превратить ее в студию геймдевную. И это, наверное, произошло... То есть первая студия 3D-мод возникла в 2008 году, а вводметр она превратилась в 2016, я с ней ошибаюсь. То есть идея пришла вместе с идеей сделать VR-игру. Мы тогда активно VR исследовали, работали с какими-то девкитами первыми Oculus'а, делали презентации для архитекторов, потом решили сделать игру. Все получилось достаточно хорошо. Сейчас вот делаем второй наш проект, Indica. Уже значительно более масштабный, сложный. Надеюсь, будет очень круто. Здорово. Спасибо, спасибо большое, Дим. И давайте теперь поговорим о том, что это вообще за профессия такая, руководитель студии. Чем вы занимаетесь на работе сейчас? Что вы делаете? В чем заключаются рабочие задачи такого человека? Слава. Ну, может быть... Дим, может, ты и расскажешь как раз... Я хотел, знаешь, уточняющий вопрос себе в первую очередь задать, потому что, мне кажется, надо различать все-таки руководителя и основателя, да, или фаундера. Да, давай подумаем. Какие бывают вообще руководители компаний? Вот в твоем случае ты и руководитель, и фаундер компании. Собственно, мы все здесь собрались, кто является и руководителем, и фаундером компании. И давайте мы сегодня как раз говорим о том человеке, который является не только руководителем студии, но и отчасти ее фаундером. Потому что, мне кажется, что это немножко разные люди. Человек, который основал компанию, такие люди, я часто встречал, они, в общем, и не очень любят, и хотят быть руководителями, директорами, им часто нравится руками что-то делать самим. Им все эти организационные вопросы, скорее, делают их не сейчас. Да, бывает, а я что-то даже и не помню таких. Не, ну, в общем, продюсер, продюсер, я бы сам с удовольствием. А сам, типа, вот Миша Ваксман, он вполне как раз такой человек, у которого сильный продюсер, и он код пишет. Да, да. И другое дело, руководитель, который ничего руками не делал, он учился там где-нибудь MBA, его наняли, скорее всего. Это, мне кажется, совсем другой тип руководителей. И у меня ощущение, что все мы, скорее, из первого типа. Да, 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 мы сегодня как раз собрались те, ну, сегодня собрались те, кто не только руководитель своей студии, да, но руководитель своей студии. То есть, да, вот в этом и есть роль, руководитель своей студии. Так у нас и выпуск называется, профессия руководителя своей игровой студии. Расскажи, Дим, как ты, ну, вот, чем занимаешься на работе в своей студии? Ну, так как я руководитель первого типа, который не столько хотел быть руководителем, сколько хотел делать что-то крутое, то я занимаюсь вообще всем, чем только можно. Я и кодом занимаюсь, и артом занимаюсь, и с актерами я, режиссером работаю, то есть всем, чем только можно. Хотя стараюсь изо всех сил всем этим руками не заниматься, но, если честно, ужасно хочется. И у меня сейчас день делится на две части. Я стараюсь чуть попозже приходить на работу, чтобы позаниматься со всеми организационными вопросами. А потом после восьми часов вечера, после девяти, когда все уходят, я сажусь и делаю что-нибудь руками, и вот это мое время, когда я могу что-нибудь походить или что-то рисовать. Интересный у тебя подход. Хорошо. А вот вообще ты сказал, рабочий день, да, вот прихожу пораньше, похоже. Кирилл, а как твой рабочий день протекает? Ну, я могу сказать, что сегодня, например, у меня утро там начинается часов десять, допустим, бывает и раньше, зависит от того, во сколько лягу. У меня вчера просто позднее было. Я сразу же списываюсь с теми, с кем я должен был списаться, но у меня есть список на день, который я составляю обычно заранее, за день до, так, task list, to do, там, так далее. В этой книге у меня написано, у меня там есть вот такие-таки таски, я это увидел, посмотрел в календаре, у меня в календаре стоит там, у меня сегодня запись, у меня сегодня две встречи с фаундерами, у меня сегодня общение по поводу персонажей главного, у меня сегодня выяснение там по вакансии с обез. Вот, соответственно, я прохожусь по этому списку и обычно у меня большую часть времени, 90% времени занимают коммуникации. Коммуникации с различными контрагентами вовне и внутри, внутри, собственно, это в компании. При этом я могу не менеджить конкретно ни арт-отдел, ни кодовый отдел, ни там, звуковой, этим занимаются соответствующие люди, там, CTO, арт-директора и прочее, прочее, но у меня все равно уйдет все время, потому что мне нужно синкаться с ними, то есть митинги там еженедельные делать или дневные какие-то экстренные по таскам, там, ушел человек, сейчас переманили ведущего геймдизайнера, как ты отреагируешь на это, поднимаешь все свои там контакты по геймдизайнерам, начинаешь быстро назначать собеседование, начинаешь спрашивать, как у них. То есть реактивность большая достаточно, рынок сейчас очень динамичный, то, о чем я мечтал, что буду делать, я не делаю, совершенно делаю другое, то есть я фактически тот человек, который нанимает людей самых разных там классов, которые когда-то меня собеседовали и одновременно с этим крутит ножки стола, потому что завтра приедет новый программист и нужно, чтобы стол уже стоял. Слушай, а вот больше на что времени уходит? На какую-то творческую работу или на то, что, а как выплатить людям зарплаты, как его там оформить, как договорот? Что больше, юридическо-административно-финансовая рутина или какая-то творческая составляющая в работе? Ну, я бы сказал, что больше все-таки творческая, но это не то творчество, к которому вы привыкли, если вы были креативный сотрудник. Например, я был там креативный лид в компании, да, и у меня была полностью только творческая задача там, как нам решить там геймдизайнерские какие-то вещи в этом проекте, да. Например, когда я был там в компании, у меня было 35 человек, но я был чисто продуктовник проекта, и я вообще не парился административкой. Сейчас она есть в моей жизни, и там день зарплаты для меня – это черный день, как она рассказывает. Да, ничего не рассказывать, это известно. Да, да, ну то есть раньше для меня это был праздник, ура, там день зарплаты, сейчас это ровно наоборот, и очень сильно из этого сознание меняется, конечно, то есть тебе приходится с одной стороны все равно думать о стратегическом направлении своей студии, то есть как вы будете выделяться, потому что вы же делаете шоу-бизнес, вы делаете как-то креативные какие-то проекты, то есть вы конкурируете с другими медиа, вам нужно понимать, как эти медиа устроены, вам нужно быть постоянно в струе, там Аркейн смотреть, когда все посмотрели. Но при этом вам еще нужно знать, чем иностранный агент отличается от обычной компании, чем, где налоги выше условно в Делавери или в другом штате, чем отличаются организации бизнеса в Дубае от бизнеса на Кипре, то есть огромное количество на самом деле совершенно разных вопросов, связанных и с бизнесовой, и с творческой частью присутствует в своей жизни и прибавляется. То есть если раньше ты думал, что делать игры – это исключительно продакшн, потом узнал, что делать игры – это продакшн плюс маркетинг, теперь ты узнаешь, что делать игры – это собирать людей, которые делают. Точно, точно. Ну вот из всего, что ты сказал, в принципе-то, если заставлять себя смотреть Аркейн, это в принципе-то и неплохое времяпрепровождение. Ну это, скажем так, то, что у тебя в 2 часа ночи остается. Да, да, да. Сегодня у нас вообще это, день перлов, это я уже там преуменьшаю свой опыт в игровой индустрии, да, там день зарплаты, черный день, праздники тоже это, не ждешь, что праздники наступят, потому что, о, праздники, отдохну, а праздники, о, это же на праздниках никто работать не будет. Ну, скажем так, судорожно читаешь ленту какой-нибудь РИА новостей, не сказал ли Путин там, что мы отдыхаем еще 10 дней. Да, 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 да. Ну что ж, Евгений, расскажи ты, расскажи ты, как проходит твой день. Очень похож, на самом деле, на день коллег. Он начинается довольно-таки рано. Я 2 года назад начал работу именно в пандемии с удаленной командой. Это был довольно-таки сложный путь, чтобы новые инструменты фактически из пальца высосать, придумать, обкатать их, понять, что такое люди, которые работают на удаленке, вот, понять, как с этими людьми работать, так как они сильно отличаются от тех, которые сидят в офисе, каждый день, которых ты видишь в глаза. Это новые, фактически, инструменты, с которыми ты сталкиваешься каждый день. И понимаешь, как и кого ты будешь нанимать в команду, в первую очередь. Поэтому вся команда, вот у меня сейчас, она раскидана по часовым поясам, день начинается у меня где-то в 6 утра, в 5-6 утра где-то начинается, и заканчивается, ну, поздно. Обычно это, там, или в 10, или в 11, может быть, даже еще позже. Команды, она выстраивается, в первую очередь, именно от взаимопонимания, вот, взаимопонимания какого, какого, от того, что вы делаете. Потому что тех людей, которые ты нанимаешь, они в 90% случаев приходят делать свою игру, они приходят, работают, работают. Чтобы найти эти людей, которые приходят, драйвят, ну, это вот мне подтверждят, это, например, 10% из 90. Эти 10% это прямо золото для игровой индустрии. В основном к тебе приходят и спрашивают, а сколько я буду получать, а где я буду сидеть, а чем я буду заниматься. И на последнем месте у людей стоит, что это за проект, с кем я буду работать, будет ли мне комфортно работать, а хватит мне квалификации для этого. И я стал смотреть на то, что в течение дня у меня есть где-то час, где я смотрю специально людей, которые мало, например, работали в игровой индустрии, но они с чем-то определенным связаны, вот, в чем они хотят развиваться. И я стараюсь этих людей иногда подтаскивать себя для того, чтобы понять, может этот человек драйвить именно это направление. Вот он вроде бы художник, а вроде бы геймдизайнер. И ты должен вот как психолог работать, как руководитель студии, чтобы определить, что у этого человека на уме, как он думает, что он видит, что он будет делать через месяц, через два. Поможет он тебе продрайвить проект вперед, будешь ты уверен в нем в завтрашнем дне и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот часть дня я, например, провожу в анализе фактически действия всех сотрудников, которые есть. Плюс я всегда смотрю за тем, что у меня строится по планам, всегда есть определенная отчетность, она утренняя, дневная, вечерняя. Есть определенная технология, которую я выработал, которая показывает для себя очень хорошие показатели на удаленке. Как бы кто ни говорил, я считаю, что за удаленкой это будущее. Можно даже в мета уходить спокойно. Это не помешает ничему для того, чтобы эффективнее делать игры, если ты умеешь собирать команду. И руководитель студии – это в первую очередь человек, который разносторонен. Как тут уже сказали, ты разбираешься и в юридической части, и в финансовой, и в том, как собирать столы, стулья, компьютеры, ставить в софт любой. Мне однажды подошел один сотрудник, говорит, Женя, зачем? В офисе мы еще сидели, в комплексе у меня было, говорит, а зачем ты собираешь компьютер, мог бы кого-нибудь собрать, заказать, вон тебе поставится время. Мне нужно через час, чтобы это было. Пока я сейчас кого-то найду, кто мне это сделает, я это сам могу сделать. Никого из вас я не хочу отвлекать. И когда ты радеешься за дело, ты сам стараешься какие-то вещи сделать все-таки руками. Вот Кирилл хорошо сказал, что от стола, я прям вспомнил, как я первый стол собирал, вот этот комплекс собирал, вот это прям для меня прям драйв был, что завтра придут люди, высядутся, они будут здесь сидеть, будут делать то-то-то-то-то. Ты выстраиваешь из общего хаоса структуру, которая должна заработать. И она не только у тебя в голове должна заработать, она должна в жизни заработать. Поэтому, наверное, вот самое основное – это люди, и чтобы они понимали, что ты хочешь сделать. Это вот это взаимоотношения. То есть, да, это в первую очередь работа руководителя студии, это работа с людьми, работа с командами, даже не с продуктом, а именно с людьми и командой. Людьми, я подчеркну, людьми разносторонними, потому что выходит, что ты, в принципе, должен разбираться именно как SEO во многих областях, не только в геймдизайне, продюсировании. Еще раз, юрист, финансист и так далее, и так далее. Потому что к тебе будут приходить различные абсолютно люди, и они будут на различных языках разговаривать. Ну, условно, там, разговариваем все по-русски, но они будут на разных языках разговаривать. И ты такой некий коммуникатор в этом всем хаосе информации должен собрать вот эти частички, выложить и рассказать, куда идем. Ну, то есть, как прокси, собрать в себя информацию с разных-разных-разных-разных источников и распределить в правильном направлении. Я бы сказал, как квантовый компьютер даже. Как квантовый компьютер, да. Скажи, какими качествами тогда должен обладать руководитель студии, на твой взгляд? Однозначно эмпатия. Эмпатия к людям. Однозначно уметь довести мысль до самого джуна, который вот первый день работает, что мы делаем и для чего мы делаем. Быть тем, за кем пойдут. Быть лидером. Не боссом, а именно лидером. Вот у меня есть, например, плохая черта. Когда я не понимаю что-то, иногда у меня накипит. Я могу это выбросить эмоции. Я иногда выключаю звук, прорвусь, и тогда заново разговариваю с людьми. Потому что, понимаешь, что есть те, кто идет не туда. И мне нужно его направить в определенную сторону. Поэтому ты должен всегда понимать, кто он и как. И ни в коем случае не нажимать на него. Ты должен рассказывать, что ты хочешь получить в итоге. Чтобы он не делал свой проект, а ты свой. Хорошо. Кирилл, а что думаешь, какими качествами должен обладать руководитель студии? Мне кажется, Евгений очень правильно. Я вообще заслушался, честно. Такой прекрасный монолог. Я бы его просто включал бы всем, кто приходит на менеджмент игровых проектов на старте. А теперь садитесь и учите бухучет. После этого включается язык бухучета. Мне кажется, еще помимо эмпатии, я бы даже немножко расширил это понятие эмпатии до интереса к человеку. То есть ты где-то можешь не сочувствовать человеку, но проявлять живой интерес к тому, чем он занимается. И это помогает тебе понять, а что же его мотивирует-то вообще, и выстроить ему какую-то вот эту иерархию по маслу потребностей, и, так сказать, границы расширить ему роста, и создать вот этот вот простор ему, масштаб для того, чтобы человек развивался. Но помимо этого, мне кажется, еще очень важно руководителю умение держать удар. Потому что ударов очень много, и это всюду. И если ты наемный работник, ты можешь в какой-то момент сдаться, словно я ухожу, я устал, то руководителя нет этой прерогативы, привилегии и что угодно. То есть он должен вставать и идти дальше. И здесь ты уж, не знаю, орешь где-нибудь в стену, или идешь, пьешь куда-нибудь бар, или находишь человека, с которым можно это все выразить, да, всю свою боль. Но главное, что когда ты возвращаешься, ты приходишь, ты точно знаешь, что ты делаешь, потому что любые твои слова – это словесные интервенции. Это, причем термин-то, в принципе, я раньше, я же просто закончил финансы и менеджмент, но, честно, для меня это были такие, знаешь, из разряда теоретическая база, там, о, там, типа, Абрахам Маслов, ладно, клевый чувак, там, типа, о, там, основа менеджмента, о, там, типа, кинсианский крест, о, какая-то там фигня, там, типа, теория потребностей, да, убывающих, там. И это все было теорией, абсолютной теорией. И сейчас я это забыл основательно и начал вспоминать именно, когда уже столкнулся с этим вживую, воочию, то есть у меня есть живые, как бы, физические примеры, там, теории, там, о том, что если базовая потребность безопасности не удовлетворена, человек уйдет, там, на зарплату другую какую-то, там, если у него, потому что ему надо семью, там, защищать, потому что у него дети и прочее, а ты это не заметил, не засекьюрил, когда ты мне дал понять, что все будет тут нормально. Дальше. Если ты готов, как бы, планировать наперед, то есть у тебя из разряда есть компании, там, которые, заводы, которые умирали просто потому, что жили там сегодняшним днем и не смотрели на картину будущего. В игровой индустрии все так быстро меняется, что тебе приходится поглощать неимоверное количество информации каждый день, там, начиная, или вечер заканчивая чтением новостей, что же там теперь, куда сейчас, почему NFT, что это NFT, там, и так далее. Потому что завтра это NFT, оно тебя просто может сместить. Ну, ровно, потому что скажут, там, все делают, а ты не делаешь и не знаешь, как это делать. И то же самое и возникает с людьми, и то же самое возникает и, там, с внешними какими-то, там, платформами, не знаю, там, с заказчиками, что угодно. И каждый раз это тебя наносит какие-то, там, ну, тебе нужно реагировать на среду, ты должен постоянно находиться вот в этом. Ты не можешь себе позволить блажь сидеть и, типа, да, у нас есть курс, и мы движемся ровно так. Нет, это ты тот человек, который смотрит, подождите, а тут рифы, подождите. Короче говоря, мы открываем Америку, мы каждый раз открываем Америку. Причем ты можешь в индустрии быть два года, а можешь быть 18 лет и все равно придешь, ну, вот, по крайней мере, я пришел за эти годы к выводу, что все равно все каждый раз как по новой. Потому что другие условия на рынке, потому что другие площадки, потому что другие жанры, ну, то есть все по-другому, все по-новому. Что-то от тебя остается, и вот это что-то, это как раз и есть умение держать удар, когда все уже сдались. А ты такой, нет, я буду это делать, я там фигачу, я, ну, там, иногда говорят, застрелите дохлую лошадь, да, но это не касается того твоего желания, вот этого твоего огня делать что-то, во что ты веришь и что ты любишь. Упорство, да, получается, то есть если почитать, например, биографии там всех великих людей, они же, сколько это, сколько там было моментов, когда уже все говорит о том, что ничего не сделать и дальше не пройти, а упорно идут вперед и добиваются и в игровой индустрии, и также даже вот Angry Birds, это какая была, там, 40 с чем-то игра, Ровио. Да, 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 это точно была, точно 50-я где-то игра, и точно, да, и точно они не ожидали такого успеха, они просто залипли, когда там, как рассказывал сам, собственно, чувак, один из авторов Angry Birds, тетя моя просто залипла, ну, то есть я ей телефон дал, и она как бы играла, а тогда на телефоне крутая игра, это было вообще что-то с чем-то, и вы еще представьте себе, что App Store только запускал, он еще не запустился, ну, то есть представьте себе такие времена, представьте времена, когда Стима не было, вот мы, типа, делали игры, когда Стима не было, да, там, естественно, Lada Racing Club будет у тебя на пяти дисках, на скольки она была дисках, просто, потому что диски продавать, типа... По-моему, они на двух выпускали. На двух? Да нет, на трех точно, там было, да? Слушай, это там была маркетинговая история, я вот не помню, точно. Ну, короче говоря, была суперстремная тема, когда ты закидываешь ассеты на диск, просто потому что тебе выгоднее продать, когда больше дисков. Да, но тогда было меньше шансов выпустить забагованную игру, потому что сейчас выпустил, и патчик первого дня накатил, и вроде как живешь, а там патч первого дня уже не накатишь. Кстати, интересный момент ты когда сейчас рассказывал про интерес вообще в целом к сотрудникам, к тому же, ну, к людям, с которым работаешь, что вникнуть, помочь. Я, ну, некоторые из наших выпускников у тебя работают, я прямо от них слышал такие отзывы, что ты очень прям реально глубоко погружаешься в вопросы и проблемы людей, с которыми работаешь, и прям реально им помогаешь. Вот видно, что то, о чем ты думаешь, прям то же самое и делаешь, даже вот я от других людей это слышал. Ого, это хорошее качество. Приятно. Приятно. Да, это круто. Дим, а я знаю, ты много размышлял, и даже у нас на нашей программе была от тебя лекция на тему того, какими психологическими качествами должен обладать руководитель игровой студии. Расскажи, пожалуйста, про это немножко. Да, это ты очень правильную тему сейчас затронул, потому что я хотел продолжить то, что говорил Кирилл по поводу держать удар, потому что, возможно, действительно это самое главное качество, потому что на моих глазах очень много моих знакомых, наверное, этот удар не выдержали и сломались. Причем люди, которых я считал очень сильными, несгибаемыми, вдруг согнулись, и кто-то сказал, что да, ну, все это творчество, там, я буду бабки делать. Это, кстати, очень частое, наверное, явление, когда люди, может быть, даже продолжают чем-то заниматься, но, например, говорят, что мы больше не будем делать серьезные и важные вещи, потому что очень легко делать важные вещи, когда тебе 15, когда ты веришь, что тебе все по колено и все по плечу, а когда тебе уже за 30, очень мало кто действительно занимается какими-то искренними вещами. Я, наверное, всю жизнь от этого защищался тем, что я какой-то такой дзен проповедовал и тоже говорил, что я несерьезно ко всему отношусь, и все это не важно, и, наверное, руководясь студиями графики, и у нас была архитектурная студия, мы проектировали, делали всякие дизайны интерьеров и так далее, все это не было вот чем-то таким, во что я, наверное, вкладывался на 100%. И сейчас текущий проект, который мы делаем, наверное, это первое дело в жизни, которое я могу сказать, что я делаю его как бы на 100%. Я делаю его, ну, сейчас начну пошлости какие-нибудь говорить, не хочется, но придется, ну, как всей душой, да, вкладываясь полностью в это, и оказалось, я тут обнаружил, насколько я слабый на самом деле, потому что когда ты делаешь что-то целиком, когда ты уже, ничего не остается, как признаться, что ты делаешь что-то важное, ну, прежде всего для себя, да, веришь, конечно, что и для остальных, но в первую очередь для себя, ты начинаешь чувствовать вот этот груз ответственности, который на тебе висит, и каждая мелочь, которая идет не по плану, она просто тебя режет ножом по сердцу, потому что в твоем вот в этом важном деле вдруг какие-то появляются изъяны, вот, и там у меня появились какие-то проблемы, которых у меня раньше не было, и я там начал вставать рано утром, потому что что-то меня там беспокоит. Если у кого-то что-то не получается или кто-то не понимает там то, что я пытаюсь донести, я прям искренне начал расстраиваться, и там я, уже у меня есть там аптечка, что я пью, в каких ситуациях, здесь я успокаиваюсь, здесь мне, значит, чтобы поспать надо вот это выпить. Может, это, конечно, просто возраст, но мне кажется, дело именно в этом. Есть еще такой момент, я читал, что вещество, которое у нас в мозгу отвечает за принятие решения, оно какое-то очень конечное, и, в принципе, чтобы вот принять какое-то решение, нужно достаточно много какой-то вот особой энергии. И в этом плане очень важно, тоже я впервые для себя это открыл, какую-то вот проводить профилактику вот этой вот субстанции, которая за это отвечает. И я даже читал, что там многие, там, Цукерберг или Джобс носили одну и ту же одежду, потому что когда ты подходишь к гардеробу и выбираешь, что тебе одеть утром, это тоже ты тратишь вот эту самую энергию, они это понимали, и старались вот ничего не решать, кроме вот самых важных вопросов, которые тебе нужно решать. О, какой интересный подход. Слушай, я не из-за этого, но, кстати, у меня тоже, если мне какая-то одежда понравилась, я там 5-6 копий покупаю сразу. Да-да-да, я тоже. Нет, возможно, подсознательно ты тоже чувствуешь. Я хотел, Дим, добавить. В жизни сталкиваешься, когда ты именно руководитель с тем, что ты являешься еще неким таким отцом-проповедником, не просто отцом-проповедником, а тем, кто защищает своих людей извне. Да, потому что бывают случаи, когда у тебя происходит ситуация, когда на людей вне зависимости от тебя начинают влиять. Это могут даже быть и даже инвестора, это могут быть люди, которым ты не нравишься и так далее, и так далее, и так далее. Они могут просто, не знаю, хантить у тебя людей. Определенные инструменты включают для того, чтобы люди фактически как будто оказывались как в рабстве, скажем так. И вот это внимание, чтобы оно переносилось от одного к другому. И у тебя, наверное, самое одно из важных обязательств перед твоими людьми, которые ты собрал всей командой, чтобы именно защищать их. Согласен, да. И рассказывать, что происходит. Блин, очень круто вы говорите. Я прям кайфую, честно, от нашего беседы, потому что, мне кажется, тут какие-то самые такие базовые человеческие вещи озвучивают. И если вы там будете преподавать, вы можете кучу уже теорий про менеджмент, всю историю рассказать его, рассказать про бихевиористский подход, долго там рассказывать о том, как на заводах там файоль там фигачил, там такой-то, такой-то, как форт там типа конверт строил. Но все это ничего, ни о чем не скажет человеку, который выйдет в жизнь. А что ему скажет, это что в какой-то момент, когда ты, ну, оказываешься уже абсолютно истощен, тебе кажется, что эта вещь там, ну, не знаю, уходит ключевой твой сотрудник, просто потому что его переманили. И ты понимаешь, что ты вот, ну, из-под ног уходит там земля, там что-то. Ты все равно себя должен каким-то образом возвращать к мысли самой первоочередной. А ради чего ты это все делал? Ну, вот в моем случае, говорю, у меня вчера ушел лид, мой дизайнер, меня это прям сильно убило. А сегодня, 25-го числа, день рождения моей мамы. Ну, царство небесное. Я вспомнил, что, блин, я же изначально начинал это о голосах тех, кого нет, но кого мы помним, игру делать, крипер. И сегодня как раз такой день. И это первый день, когда я, несмотря на то, что у меня было страшнейшее, там, ну, там, переживал я все вновь, я спал как младенец. И я проснулся с этой мыслью. Блин, чувак, ты же вот до этого делаешь. И эта мысль, это твой фокус. И вот этот фокус, фокус-фокус, я это еще называю, который у тебя есть, ты его должен очень сильно транслировать на всех. То есть, когда все все забыли, есть прекрасный фильм, называется «Рыцарь кубков», где говорится как раз о таком рыцаре, отправившемся в поход за важной вещью, ну, что-то типа Граалем. И в далеких восточных странах, будучи опоенным в этих блужданиях, там, и всяких радостях жизни, он забыл, зачем он отправился. И, ну, об этом снял фильм классный, тоже так называется, одноименный. И мне очень кажется интересной на этой притче, потому что очень часто такие всякие случаи, возникающие у тебя, они тебя расфокусят. Ты такой, о, блин, там, почему он ушел, почему я там что-то делал не так? Подожди, чувак, ты делаешь, ну, ты продолжаешь делать, продукт не остановился, все остальные не остановились от твоих переживаний. Мир тоже, мир продолжает идти, и ты должен, типа, идти, как бы, и делать, что теперь ты будешь делать главное, а не что ты делал раньше. Слушай, вот прям в точку, Кирилл. Вот ты поднял вопрос, вот хороший фильм, да, есть, который визуализирует это дело. А что вообще мог бы порекомендовать посмотреть и почитать тем, кто планирует в будущем стать руководителем своей игровой студии? Ну, мне кажется, прежде всего, ну, помимо основательных каких-то книг, да, там, я не говорю про базу, основу менеджмента, да, там, трехтомники, есть книги из области научпопа или области биопиков, которые прям важно почитать. Для меня, например, очень важно было почитать Озарение Гладуала или, например, Гении-аутсайдеры, потому что оно мне очень много объяснило о вот этих десяти тысячах часах, которые ты проводишь над каким-то делом, прежде чем ты станешь профессионалом. И о том, что гении, они гении не только потому, что у них гены, а потому что они очень много времени и интереса, и энергии вложили в какое-то дело. То есть вот такая книга, например, есть книга про Pixar, замечательно, как строилась компания. Есть отличная книга про Стива Джобса, Джобс, там, биографии. В целом читать биографии других людей, которые достигли чего-то, это очень важно. А какая книга ваша будет, настольная, это, ну, типа, это очень просто сказать, какая будет, но для этого надо прочитать несколько сотен. Да, прочитать несколько сотен. Кирилл, а можно я запомню то, что ты говоришь? Ты очень правильно сказал про 10 тысяч часов, и мне кажется, что книги это очень здорово, но, наверное, реальный опыт ничего не заменит. И можно сколько угодно теоретически к чему-то готовиться. Стоит что-то попробовать, ты понимаешь, что все совершенно не так, как тебе казалось. И, может быть, куда важнее даже действительно не читать, а что-то пробовать. Прямо самое простое, самое дурацкое. Причем не бояться терять деньги, терять время впустую, а прямо набивать опыт. Мне кажется, вот если от нас слушатели ждут совета какого-то, то мне кажется, что надо пробовать. Если кто-то хочет каким-то предпринимательством заниматься, пойти, я не знаю, трусы торговать, просто попробовать что-то, попытаться, я не знаю, принимать платежи, самому поездить, еще и производить эти трусы, как вот у меня одна знакомая делала. 10 книг, мне кажется, прочитаешь, не получишь. А с чего вообще начать? С чего вообще начать свой путь тому, кто хочет стать руководителем своей игровой студии? Ну, а сейчас вот считай, чистый лист. Вот с чего мы начинаем? Согласен по поводу того, что нужно все-таки делать. Но меня не часто, но бывает, меня спрашивают, с чего лучше начать. Вот именно меньше. Я считаю, что нужно начать с пути. Вот есть очень хороший автор, Владимир Тарасов. Есть у него книга, начальная книга, называется «Путь героя». И вот это фактически настольная книга для того человека, который начинает свой путь. Ты ее первый раз, когда начинаешь делать, прочитаешь, поймешь по-своему, что да, я понимаю, как иду. Через года два-три ты ее прочитаешь. Ты видишь, что эта же книга, она тебе совершенно другое приносит. И тогда ты понимаешь, что тебе тот опыт, который есть в истории, он тебе, да, он тебе пригодится, но ты будешь фактически пожирать, да, это вот жесткое слово, пожирать информацию из тех действий, которые ты делаешь вот сейчас. И это нужно принять в первую очередь для себя, что это мой путь. Это не то, что… Да, может быть, это немножко такой дзен-буддизм, вот, я это приветствую на самом деле. Но факт, остается фактом, что пока ты не примешь себе, что я буду этим заниматься и не отступлю, и буду еще раз, и еще раз, и еще раз делать это, пока вот внутри горит огонь, вот такой, то тогда ты будешь вот руководителем. Если ты хочешь просто попробовать как развлечение, ни в коем случае не идти. Начни с простого, определись, твой ли это путь. И это довольно-таки сложно. Даже если ты один раз попробуешь и ошибся, здесь вот 99% вот как раз, будем своим словом говорить, погибает. Они идут или работать, или еще что-то, они идут работать ради работы, и их потребности, они не в развитии своего пути, экспериментирования и увеличения своего опыта в том, что я хочу быть тем, кто создает игры, кто их выпускает, получать вот кайф от этого, получать кайф от того, что я создаю команду. Да, она, не знаю, там, в этот раз разрушилась. Да, я еще раз, как Феникс, взял, поднялся и еще раз создал, и еще раз, и еще раз. За это ты будешь не только себя ценить, но и свой путь, собственно. И в какой-то момент ты поймешь, что ты сильнее стал. Поэтому я считаю, что нужно начать вот с какого-то пути. Вот есть вот бизнес-тренер Владимир Тарасов. Он очень хорошо это рассказывает. Собственно, да. Мой совет. Хорошо, спасибо. Ну, собственно, мы вот как раз заговорили про обучение. В частности, у нас на программе образовательный менеджмент игровых проектов многие из наших слушателей как раз и становятся в итоге руководителем своей студии. Кто-то сразу создает свою игровую студию, кто-то вначале идет поработать в игровую индустрию. Кость, а вот у тебя очень интересный ведь путь был, да? Ты вначале создал свою игровую студию, потом пошел поработать в игровую индустрию и потом пришел к руководству своей игровой студии вновь. Вот как думаешь, с точки зрения обучения и начала пути, чего еще можно посоветовать? Ой, я полностью солидарен с коллегами, когда они говорят про «а давайте попробуем свою шурмячную открыть, маленький прекрасный ларетчик и торговать трусами». Вот это может быть все прекрасно, это может звучать очень смешно, наивно, по-детски или как угодно, но это настолько правда. Когда я только начинал как раз инди-разработку, вот о чем сейчас Слав сказал, это был 2008 год. Да, давно. Давно, да. Это же, я столкнулся с проблемами, о которых даже не думал. Зарегистрировать ИП, наладить получение денег от игроков, платить с этого налоги сотрудникам. Вот, казалось бы, это какие-то инфраструктурные задачи, которые вроде как к разработке игр вообще никакого отношения не имеют. И давайте делать уже игрушки, сидеть, программировать, рисовать. Ничего подобного. Вот как раз в этих бизнес-задачах для любого руководителя собственной студии много-много всяких сложных вызовов, и на этом чаще всего ломаются. Вот, правильно Слава сказал, у меня был довольно интересный опыт, когда из такой Индии, из собственных проектов, а мне, признаюсь, просто повезло, то, что мои первые собственные игры заработали деньги. Потому что чаще всего так бывает, не бывает, да, что первую игру сделала, и первая же что-то заработала. После этого я как раз пошел в корпоративный сектор и работал там довольно долго. И директором студии, и департамента. И вот, понимаете, отчасти мне это навредило, как ни странно. Потому что оно сломало в моей голове полностью инди-подход. Когда ты корпоративный менеджер, у тебя 150 человек студия, ты отвечаешь за те KPI и те задачи, которые тебе поставил владелец бизнеса. Но не за сам бизнес. И когда ты таким образом работаешь 5 лет, 10 лет или еще больше, голова начинает перестраиваться не на то, а как сделать, чтобы бизнес был прекрасный, хороший, чтобы людям все было комфортно, замечательно, чтобы игры деньги приносили. А начинаешь больше играться функционального руководителя, который достигает цели любым путем, сжигая и уничтожая все на своем пути. Потому что цель поставлена, она должна быть достигнута. Наверное, в этом ключевая разница. И раз мы сегодня говорим вот про владельцев своего собственного бизнеса, то я бы, во-первых, присоединился к тезису, ничего не бояться, идти делать, открывать свои ларьки. Во-вторых, очень хорошо и грамотно фильтровать весь опыт, который вы получаете, и понимать, что где на самом деле применимо. Вот у нас есть специальный, кстати, курс на эту тему в рамках нашей программы «Образовательный менеджмент игровых проектов», который, как ни странно, ведет Константин, то есть я. Новый предмет появился с этого года. У нас уже 14-й поток, страшно сказать. 7 лет уже людей учим. Вообще круто. Проектный административный менеджмент. И вот в рамках этого предмета мы как раз рассматриваем подход к организации структуры студии, пайплайнов, производства и так далее. И мне кажется, люди, которые хотят сделать что-то крутое, они должны находиться вот в этой постоянной синергии обучения и практики. Причем, когда я говорю обучение, я на самом деле не имею в виду типа «срочно бегите, учиться только к нам и все». Нет. Учиться по книгам, подкастам, опыту, чему угодно. То есть, когда я сам на практике был руководителем большой структуры или когда сейчас на практике руководитель небольшой структуры, я все равно чувствую, что мне не хватает опыта. По многим вещам какие-то вопросы я мог бы решить гораздо эффективнее. И на практике, нарабатывая этот опыт, оно получается, конечно, гораздо эффективнее, но медленнее. А если бы я пошел, сидел круглые сутки учился, и я бы так и мог бы остаться учиться и ничего нифига не сделать, ничего не получилось бы. Поэтому вроде как выглядит оптимальным путем, когда вы делаете, постоянно решаете исключительно практические свои задачи, но столкнувшись с какой-то проблемой, обращайтесь к чужому опыту. Вот как наши слушатели подкаста прямо сейчас слушают наших уважаемых гостей, у которых этот большой опыт и есть. Вот они этот опыт перенимают, и когда сами столкнутся с этой проблемой, они уже будут знать, а как другие люди делали, они смогут эту информацию проанализировать, а вдруг она им поможет. Представляете, как круто? Вот сейчас вы поделились своим опытом, и благодаря вам будущие, начинающие или уже работающие инди-разработчиками, директорами своих студий люди просто не потеряют миллион долларов, к примеру. По-моему, это безумно круто. Это очень классно. Вот если бы я сейчас сам только начинал свой путь, в GameDev моя цель была бы стать руководителем своей студии, я бы сейчас начал с того, что как раз пошел бы на системное образование, пошел бы учиться к нам на менеджмент игровых проектов, параллельно с этим начав делать свою первую игру, и на ней как раз вот как на этом самом... Ларьком должна стать своя первая игра, я думаю, раз уж хочется стать руководителем игровой студии. И на ней как раз обучаться и на практике все это принимать, параллельно системные фундаментальные знания и на практике. Ну, собственно, у нас частью обучения является создание своей игры. Это вот если бы я только начинал сейчас. Ну, мне кажется, это хороший путь. Для этого мы, собственно, и делали наши образовательные программы, чтобы была такая возможность, потому что у нас такой возможность... Это ни у кого я здесь присутствую. А, кроме Димы. У Димы была. Дима как раз так и сделал. Вот. А в те времена, в далеке, когда начинали, еще такого не было. Как думаешь, Костя, что еще поспрашиваем у наших гостей по теме профессии, роли в компании, руководителей своей игровой студии? Вот коллеги очень много сказали про сложности, трудности, с которыми сталкивается такой вот владелец бизнеса, который одновременно вроде как и хочет делать креативные задачи. Это безумно интересно. А при этом должен решать проблемы, потребности, что похоже на части на то, чем занимается продюсер. Решают проблемы людей. Вот у меня вопрос. А с какими самыми-самыми тяжелыми решениями вы сталкивались? Вот у меня, к примеру, было самое тяжелое решение, что утром мне сказали, что до конца рабочего дня я должен уволить 15 человек. Неважно, что ты им обещал, какие были зарплатные ожидания, у кого какие ипотеки, семьи, дети. К концу вечера их быть не должно. Решай сам, кто будет. Поговори, успей с каждым. Сколько получается восьмичасовой рабочий день, разделим на 15, да? Что у нас там, по полчаса максимум на человека? Прикольно, да? Мне не понравилось, больше не хочу. Какие у вас были самые тяжелые решения и вызовы? Кирилл? Ну, вообще, увольнение, мне кажется, будет у всех, наверное, в топ-листе тяжелых решений, просто там масштабы увольнения будут довольно-таки разные, потому что всегда это человек, которому ты прикипаешь, особенно если ваш тип компании – это семья, вот как в случае у нас, например, у нас семья, и это прям, ну, трагедия. Но были случаи, когда я работал и часть моего IP, она была, скажем так, начинаются, если у вас есть инвесторы, вы не закрепили нормально ваши отношения с ним финансовые, и у вас начинается конфликт интересов по поводу интеллектуальной собственности, может быть так, что игра вашей мечты подвиснет в воздухе, компания будет заморожена, и вам нужно будет фактически, ну, в безвыходном положении, когда, чтобы сохранить компанию, нужно ее продать, и эта компания будет заниматься какими-то вещами, ну, не вашими вещами вообще. И люди, которыми вы работали, которые горели вот проектом вашим, они становятся людьми на другом проекте. И тут выбор, получается, в пользу людей, а не в пользу проекта мечты. И такие выборы обычно, они очень сложные, а иногда бывает такое, что и выбора-то нет. Ну, вот в моем случае у меня не было выбора, но мейл, когда сделка пошла, получается, ушел весь коллектив, подвис скриппер, и в будущем очень тяжелый для меня был процесс долгий, это вот переговоры и выкуп IP. Поэтому, скажем так, совет всем слушателям, не тяните с вопросами, даже если вам сейчас кажется, что вы друзья там с кем-то, или кто-то вас поддержит и доведет до конца, все равно закрепляйте как-то юридически ваши с ним отношения, особенно с друзьями, закрепляйте юридические отношения. Потому что это прям самое, как мне даже сказали, я как-то ехал даже в поезде, как раз возвращался из Москвы в Питер и встретил юриста, и она сказала, слушайте, ну, вообще, да, самые лютые процессы у нас связаны именно когда друзья бывшие, или там семья, муж-жена, в общем-то. Ну, в целом, короче говоря, если в вашем бизнесе присутствует компонент дружба или семейные узы, это фактор риска. Это и фактор силы вашей, фактор риска. Да. То есть, условно, вначале доверились, так я понимаю, а потом непонятно, как... Ну, да, потом, допустим, да, допустим, развод у вас, а не было никаких договоренностей, и кто... Ну, очень быстро вы становитесь друг к другу с самыми главными врагами. Да, конечно, тяжело. Вот у меня был такой опыт, когда мне приходилось отступать, делать шаг или несколько шагов назад, вот, и Кирилл говорил об этом, и Евгений говорил. Женя, можешь поделиться? Вот ты говорил в том числе, что не надо отступать, нужно дальше и дальше и дальше. А если ты владелец своего бизнеса, есть ли у тебя какие-то варианты, где ты можешь сделать манёвр и сказать, окей, вот здесь я отступлю, и это будет для всего нашего бизнеса, для всей структуры хорошо? Не знаю, порву отношения с инвесторами или ещё что-то. Или у тебя нет выбора вообще, и ты находишься в ситуации, когда не ты решаешь, хотя ты вроде как самый главный. Ох, ну, Кость, ты прям это, ты прям в точку попал, потому что я знал, прям, ты, наверное, мне знал, какой вопрос задавал. У меня была такая история, вот, у меня была история, где мне оставил вопрос прям в один день, мне нужно было решить. Или я оставляю свою команду, и она продолжает работать. Или я остаюсь в команде, которая, у которой не будет дальше вообще никакого финансирования, где у тебя команда больше 70 человек. И эта команда ещё на кучу различных, не были называть, ну, своими словами, инструментов, инвесторских инструментов, привязанных к инвестору. И это очень тяжело, когда тебе нужно принимать решение, чтобы команда продолжила своё существование. Вроде бы ты хочешь биться, но понимаешь, что, наверное, продукт в данном случае важнее. Некоторые со мной не согласятся и скажут, да как ты мог, например, можешь ли ты оставить, не можешь. Но у меня был случай, где я оставил свою команду, чтобы она довела до конца проект, выпустила, потому что других вариантов уже не было. Поэтому я считаю, что такие тяжёлые ситуации существуют. Тебе нужно принять их как есть. Никто тебе не поможет там извне. Люди, которые не связаны с этим, они будут тебе множество различных историй придумывать, юристы советовать, много всего. Но пока ты сам это не примешь, ничего не получится. Будешь просто барахтаться, команда тебя не примет. И факт ставить фактом, что одно из самых, наверное, будет правильных решений, если ты поймёшь, что у тебя могут это всё разрушить, то, что ты делал. Поэтому ты принимаешь в этот момент решения. Наверное, тяжело. Да, наверное, это очень тяжёлый моральный выбор и для здоровья такой стресс. Дима, а у тебя есть ли какие-то ситуации, которыми ты мог бы поделиться, которые создали перед тобой непонятный, неочевидный выбор, где ты не знаешь, как принять решение его сходу какое-то оптимальное. И что бы ни сделал, может быть плохо. Или ещё что-то. Ты знаешь, я пытаюсь вспомнить, но прямо чего-то такого ошеломительного, наверное, не было. Самое страшное, что стремится, действительно, увольнение людей. Особенно действительно, когда тебе надо несколько уволить в один день. Есть даже история такая очень младушная с моей стороны. Это ещё было в 3D-моде. Когда мне надо было уволить двоих или троих, и мне так было страшно, я сидел, потел, просто по мне под градом лился. И я не придумал ничего лучше, как сказать ребятам. Мне стыдно это рассказывать. Сейчас будет такой вспоминал. Я сказал, что, знаете, мы закрываемся, и там тем, кто остаётся. Я сказал, ребята, нет, на самом деле. Ну, то есть, настолько это был стресс. Стресс такой. Это был, по-моему, год кризиса, что ли, какого-то, когда реально не было заказов и денег, просто не было всем платить. Ужас. Ужас тяжело. Кирилл, ты хотел добавить что-то? Да, я хотел сказать, что у меня тоже такое было, и мне нужно было другу. Ну, это был мой друг, и сказать, что как бы надо расстаться сейчас, потому что там, в общем, давили там на меня. И я сказал ему, что проект закрывается. В общем, соврал, короче. Не знаю, у меня есть несколько инструментов таких, молодуши. Один из них, это не я. Это не я, это инвесторы, там, часто такой, в конёксе. Это они всё, зараза, скотины такие. А потому что очень легко увольнять людей, которые плохие, которые что-то нехорошее сделали, да? Такое бывало, и даже чувствую себя в времени. Когда это классные люди, которых ты любишь, это сложно. Да, да, и ты начинаешь придумывать, короче, сказки такие про злых людей, их белых джедаев и ситхов тёмных. Но я, кстати, хочу добавить, что, наверное, слушателям о том, что вы не обманываете себя. Когда будут очень жёсткие решения, которые вот перед двумя будут стоять. А они сто процентов будут, когда вы будете руководителем студии. Вот прямо я вам гарантирую, раз в месяц точно будет. А может быть и по несколько. Можно прям в блокнотик записывать, что я там решил, какой-то путь прошёл, это повторяется из раза в раз. Не обманывайте себя. Не говорите, что там Вася, Петя, кто-то решит. За вас никто не решит, вы сами должны будете сделать это. Это, кстати, очень интересный кейс. Мне кажется, действительно, я тут соглашусь с Женей и коллегами, что никто никогда за нас это решение не примет. Я помню одну из компаний, не буду называть её название, потому что на её месте могла быть любая другая практически компания. Первый рабочий день, когда я пришёл на позицию как раз руководителя, мне сказали, вот видишь вот эту девочку. К вечеру ты должен её уволить. Я спросил, а за что? Мы сказали, это неважно. Это решение должно быть твоим, ты не можешь никак ссылаться на нас, но ждём. И это был забавный тест, забавный, потому что принёс мне массу стресса, потому что я не знал, за что я увольняю человека. И я испытывал огромное количество дискомфорта, даже некое неуважение к себе, что ли. Потому что вроде как я совершаю что-то нехорошее, увольняю человека просто так. Какой-то ужас, я должен был придумывать, почему она плохая. Или пытаться узнать за очень суперограниченное время, чем же могла девушка накосячить, что её нужно так срочно первый же рабочий день уволить. Это было довольно странно. Вообще, конечно, лучше, когда ситуации не такие, что что бы ни сделал, будет плохо. А есть ещё такие ситуации, когда что бы ни сделал, будет хорошо. Вот с такими ситуациями нам больше нравится сталкиваться. А у тебя были, кстати, слова в такие ситуации? Когда что бы ни сделал, всё будет хорошо? Да, были, конечно. Но больше, чаще было, когда что бы ни сделал, там это, нужно выбирать одно из двух зол, выбирать выбирать меньше. Вот, кстати, интересно, что такие ситуации, когда ты делаешь выбор негативный, конечно же, их очень много, но и позитивных ситуаций много, но обратите внимание, что мы запоминаем наверное лучше, ярче те ситуации, когда именно был сложный, тяжелый выбор, потому что эмоции были... Если философски, то любая ситуация, даже которая кажется, как ни сделай хуже, она по факту, как ни сделаешь лучше, потому что как раз такие ситуации, они дают, наверное, тот самый опыт, который тебя делает хорошим руководителем. Новый рубец, который тебя делает сильным. То есть, Дим, ну в общем это, мы пока приходим к тому, что на должности руководителя студии страдания неизбежны, да? Ну и кайфа ты очень много получаешь от этого. Ты видишь, как в целом у тебя все двигаются к цели. Когда ты цель определяешь и людям рассказываешь, какой драйв происходит, ты иногда в ужасе от того, что ты приходишь и понимаешь, что они сами уже крутятся. Ты должен разогнать этот... Сначала это велосипед, на котором ты едешь, разгоняешь, потом это машина, потом это доходит до ракеты. И когда ты приходишь в эту ракету, ты понимаешь, что иногда ты уже не успеваешь за ними. Ты у них набираешься опыта того, куда успеть, за кем успеть. И в конце концов смотришь такой, фактически как с кабины такой, да, я лечу на этой ракете, она сейчас до, не знаю, скорости света разгонится. И вот он результат. И вот этот результат главное вот ухватить, донести. Чем больше студия, тем этот результат он всеобъемлючит, там 100, 200, 300, 500 человек. Ты в любом случае его ухватишь, но вот ты будешь этот видеть сверху, насколько это разгоняется. И это вся вот, это титаническая работа. Титаническая работа, чтобы это все заработало, заработало как нужно. И это огромное удовольствие, когда ты это видишь. Ну, то есть мы обсудили, какие есть сложности, да, ну, в роли руководителя своей студии, но есть же и очень большое количество, ну, преимуществ, большое количество тех вещей, где в других местах не получат. Ну, тут я, если вы человек амбициозный, если вы лидер, то, собственно, те достижения, которые получаются именно в роли руководителя своей студии, это ничем не сравнимое удовольствие, когда запускаешь свою игру, когда она добивается успеха, когда ты видишь, вот как Евгений сказал, что ты вот создал этот механизм, который, ну, эту систему, которая уже создала крутой продукт, это на самом деле незабываемые впечатления, плюс надо не забывать, что роль руководителя своей студии, она подразумевает под собой бесконечные доходы, вот, то есть можно зарабатывать и можно, конечно, вообще работать и на сложных этапах не видеть вообще денег, а думать о том, из каких денег еще людям зарплаты заплатить, если кончилось финансирование или еще что-то, но в другие моменты, когда все добиваешься результата, там это уже не вопрос, там 100, 200, там 500 тысяч рублей зарплаты, это уже сотни тысяч долларов, которые есть возможность зарабатывать и войти в топ, сколько там, топ 100 тысяч самых богатых людей мира, это вполне возможно, так что много, плюс какие еще преимущества есть, кто поделится, какие есть преимущества у руководителя своей студии? Не, ну очевидное преимущество, это что ты можешь, я что-то устал, я полетел, полетел отдыхать, вот, в принципе, такое сочетание. Чего, чего, ты точно руководитель? Ничего себе. Полетел отдыхать, прилетел и там ты продолжаешь работать. Полетел. Я понимаю, что ты не работаешь, ты с одной стороны не работаешь ни дня, с другой стороны ты всегда работаешь, ты на любом отдыхе работаешь. Ну у тебя нету такого, знаешь, как у подчиненного из разряда, вот сейчас доживу до праздников там. Да, да, вообще, да. Да, да. Вот, и в этом смысле, да, ты, конечно, с собой берешь все, но с другой стороны, сам факт того, что у тебя есть свобода в какой-то момент встать там, типа, куда там отнуться, и потому что, ну не знаю, порешаю вопросики там на Кипре, не знаю, отдохну заодно. Ну как бы это прикольно, реально нигде, ни на какой другой позиции у тебя такого нет. И ты сам выбираешь, как бы, куда ты сейчас махнешь, и на тебе еще и вся ответственность. Сейчас ли ты махнешь или несчастный. То есть, как бы, это другой тип мышления. Если раньше у тебя мышление из разряда меня поругают, то здесь мышление из разряда я подведу все. Именно. Вот я хотел сказать, что свобода, она в выборе. В том, что то, что ты делаешь, даже если ты пашешь по 15 часов и не можешь себе позволить отпуск, ты все равно понимаешь, что это твой выбор, и это совсем другое. Еще такой вопрос по поводу некого обучения, образования. Вот мне очень повезло поработать в компании RocketJump, которая позитивно относилась к образованию, и еще в тот момент, когда это было не в тренде, в общем, отправляла своих сотрудников, в том числе топ-менеджеров, на обучение. И вот меня отправляли на обучение профессии руководителя, чтобы я осознал и понял, что на самом деле это есть отдельная профессия геймдизайнера, к примеру. Я тогда был директором игрового департамента, куда ходил отдел геймдзайна. И отдельная профессия быть руководителем. Вот это то, о чем говорил и Дима, и Евгений, то есть понимание людей, их потребности, проблем, некая даже доля психологии практической. Вот как учиться? Как себя образовывать? Потому что вроде как хочется чему-то новому научиться, повысить свою квалификацию, но ты же постоянно в текучке. У тебя же нет времени, вот как у твоих сотрудников, взять и сказать, окей, я пойду на полгода на повышение квалификации. Да нереально это же просто. Не, понятно, полгода нереально, но если ты пришел на какую-то конфу, для меня вот конфа – это как раз способ быстро получить. Во-первых, ты охватываешь весь круг тем. Во-вторых, ты можешь пообщаться на круглых столах с людьми и для меня вот пообщаться с людьми, как сейчас. Например, я там очень многому, ну я буду переслушивать это и я бы с удовольствием продолжил бы и с Димой, и с Евгением общение, потому что для меня это прям открытие. То есть я слышал прекрасно об этих людях, но сейчас они для меня раскрылись. Если бы я не пришел сюда, у меня не было бы такой возможности. Так, значит запишем, участие в подкасте «Хочу в геймдев» плюс один к образованию, отлично. Нет, ну понятно, что этих подкастов там, ну не единственный подкаст, а много подкастов. Есть хорошие, опять же мы общались на Девгаме последним с Вячеславом, там и отличная рассылка от «Ингеймдева». Типа «Ингеймдев» прекрасно, вообще в группу эту стоит зайти. Если вы руководитель, обязательно стоит. Стоит также в «Телеграме» на несколько групп подписаться, связанных с «Индиейграми». Там и «Стим издат» группы, и групп «Юридические вопросы», и группа, ну и там, я знаю, что локальные формируются группы, мы, например, несколькими фаундерами сформировали группу, где мы общаемся. Это очень сильный буст дает, потому что ты сразу можешь задать вопрос, так, ребята, а у вас там выросли зарплаты, а вы когда индексируете? Очень круто. Ну, то есть, скажем так, если вы будете это читать из отчетов, которые публикуются, там, годовые отчеты, вы уже опоздали. Если вы будете читать что-то в переводе, вы уже опоздали. Если вы общаетесь с непосредственно руководителями студий, то, скорее всего, вы получаете из первых рук информацию. В описании подкаста смотрите те ресурсы, которые сказал Кирилл, указаны ссылочки на них, чтобы можно было подписаться. Хороший блок, кстати, по-моему, я не помню, Руки Джаповский, но, по-моему, он был тоже очень крутой. Там манжеты геймдизайнера наши рекомендую, потому что, честно, нет аналогов пока ресурсу по обилию, так сказать, контента по геймдизайнеру. Но это, скорее, наверное, больше для начинающих специалистов или там есть тоже для... Ну, для руководителей, наверное, там уже будет не так интересно, но, допустим, если вам нужно найти геймдизайнера и как руководитель, а какие вопросы ему задавать на собеседование, то там это можно найти. И, соответственно, то же самое про звук. Вы не знаете ничего про звук, вам все равно придется идти в гильдию там звуковиков и смотреть фамилии, писать и спрашивать, а как правильно собеседовать звуковика. Интересно. Ну, то есть все равно вам нужно знать ресурсы. Все ресурсы, которые доступны, вам нужно знать. Вам нужно иметь базу художников всегда. Вам нужно иметь базу аутсорса. Вам нужно иметь базу кандидатов, если вдруг кто-то уйдет заменить его. Получается, что так как человек не может быть, условно, неким там идеальным профессионалом абсолютно во всех сферах, то вот эта вот база ресурсов, куда можно обратиться, посоветоваться, она по идее, что очень сильно экономит время. Очень сильно, очень сильно. Мне кажется, первое, что должен сделать каждый студент менеджмента проектов, это завести блокнот руководителя. Это OneNote, это Evernote, это Notion, что угодно, но в нем у вас рубрикатор по разделам. Маркетинг, аутсорс, арт, там код, звук, студии звукозаписи и прочее, прочее. У вас это будет очень большой блокнот, но зато по нему навигация будет удобно. Да, 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 да. Я вообще в Confluence веду обычно все это дело, и в Google календаре все встречи. Ты, Кость, тоже вроде так же. Да, да, да. У меня Google календарь просто, не только даже встречи, знаешь, чтобы понимать, вот сейчас с двух до трех я должен поделать вот это. То есть он полностью всегда занят, чтобы... Нет, смотрите, календарь это не отменяет, то есть ToDo, TaskTracker тоже не отменяет. Нет, Confluence не отменяет. Эти все инструменты мы не отменяем сейчас. Этот блокнот, он для того, чтобы вы там... О, блин, классная новость там о том, что панорамик сейчас выросла за последний год. Я ничего не слышал о панорамике. Скриншот вырезал. Кстати, скриншот-тул какой-нибудь у меня, это LightShot. Сразу же вставил OneNote, OneNote вызвал через Windows N туда, вставил Ctrl-V. У тебя это занимает секунду. Confluence долго грузится, честно скажу. Любые все остальные там инструменты, они медленнее. Надо брать быстрые инструменты, потому что иначе вы не запишите. Ну, заметки у меня в телефоне, это тоже правильно. Скриншотер, кстати, да, я ClipTunet использую. И правда, скриншотер – важный инструмент, без него никуда. Ну что ж, здорово очень поговорили мы сегодня. А вот если дать какой-то совет, один совет тем, кто сейчас только начинает, ну, встает на этот путь руководителя своей игровой студии, что бы посоветовали такому человеку, что бы посоветовали самому себе там 5, 10, 18 лет назад, когда только начинали свой путь. У меня есть, да, на этот случай фраза, что делайте, что любите, несмотря ни на что. И я себе ее постоянно советую, потому что я постоянно это забываю. Ну, потому что, я уже говорил, приходится со многим сталкиваться и сдаются только квартиры и проститутки, как говорится, в одном паблике педовочном. Но смешно, но верно, иногда. Судя деньги, пацанских цитат. Да, 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 пацанские цитаты. То есть волки там, всякие такие паблики пожилые. Вот, но, к сожалению, приходится себе очень сильно напоминать, для чего, зачем, зачем ты здесь вообще и куда ты идешь. И вот важно на пути не забывать. Дим, а ты себе какой бы совет дал в начале пути? Да, наверное, не бояться ничего просто, потому что страшно. Все очень страшно при каком-то уровне воспитания, да, особенно все мы люди, воспитанные в СССР, какие-то пугливые. Мне кажется, что русским это особенно свойственно. Мы боимся государства, боимся. Вот спросишь среднестатистический человек отчет, это не пойдешь там заняться чем-то предпринимательством. Тебе тут же расскажут, что у нас тут распил, тут тебя налоговое прижмет, тут тебя кинут, всех почему-то кидают. Вот постоянно люди говорят, я не помню, когда меня кидали. Мы там с подрядчиками, которые по 3D-моду, куча разных фирм, и частные архитекторы, и большие девелоперы. Я вообще не помню, чтобы нас кидали когда-то. Потому что я помню, когда начинал, тоже пуганный, да, такой советский мачех, там у всех предоплату, там мы работы высылали с вводными знаками, не дай бог, чтобы не кинули. А сейчас наоборот, я думаю, ну кинет он с первого заказа, так слава богу, и на первом же заказе поймешь, что заказчик, так никто же не кидает. Мир, он на самом деле лучше, чем кажется. И проще, что удивительно. Надо главное идти. О, согласен, очень хороший совет, спасибо, Дим. Евгений. Здесь практически все советы уже дали, основные. Я бы дал совет разносторонним увлекаться тем, что находится вне даже рамок себя. Больше путешествовать, больше проводить времени вне книг, увлекаться всем, чем возможно. Поглощать просто вот всю окружающую информацию, как сделан, не знаю, там, дом, там, не знаю, как стул, стол сделан, как, там, где живут киты, условно, там, чуть ли не поплавать с китами. И чем разностороннее ты будешь в этом, тем у тебя в дальнейшем меньше будет вопросов, как устроен этот мир в отношении тех людей, с которыми ты будешь выстраивать отношения при том, когда ты будешь выстраивать свою студию. Это, я считаю, что очень важно. И важно, чем раньше это получать начинаешь, тем лучше. Спасибо, Евгений. Сегодня был на редкость интересный... Ну, вообще, у нас все выпуски подкастов «Хочу в геймдев интересные». Если вы не все еще послушали, то очень рекомендую послушать все. Сегодня мы, наверное, больше всего философских вопросов поднимали и вообще стратегического отношения к своей жизни. И было очень приятно послушать ваше мнение. И, возможно, даже каждому из нас, из участников, будет что вынести из сегодняшнего разговора и улучшить, там, и как-то использовать в своем подходе к руководству игровыми проектами, игровыми студиями. Костя, чем резюмируем? Ну, что ж, я, во-первых, хочу еще раз, как и Слава, поблагодарить наших коллег. Друзья, вы просто столько всего создали. Сейчас вот на целый маленький, как это, курс, да? Я люблю говорить на маленькую четырехчасовую лекцию. Поэтому мы обязательно будем рекомендовать не только слушателям нашего подкаста внимательно ознакомиться с тем, что мы сегодня записали, но и даже нашим всем учащимся, кто хочет быть предпринимателем, потому что сегодня мы многое говорили, в том числе о предпринимательстве. Вот обязательно слушать, вот есть люди, на которых можно поравняться. И еще отдельно хочу вас поблагодарить за открытость. Мне кажется, это свойство, такое качество, делиться ценностью, опытом, информацией с окружающим миром, оно присуще очень таким великодушным людям, которые таким образом делают лучше и себе. Потому что я вот как... Одна из целей, для чего я преподаю, потому что я учусь сам на этом. Структурирую информацию перед тем, как людям рассказываю. И то, что вы сегодня рассказали, да, наверное, подкаст-то не коротенький, сколько там, мы часа полтора поговорили, но это столько всего ценного. Поэтому, друзья, кто нас слушает, внимательно переслушивайте по 20 раз. И я надеюсь, что опыт наших коллег, которые сегодня поделились информацией, он и вас подвигнет самих писать больше статей, материалов, делиться опытом, идти преподавать, в том числе, может быть, даже к нам и в других, в другие замечательные школы. Вот, поэтому спасибо. Это было безумно круто. Спасибо всем большое. И наши уважаемые слушатели, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нам это очень будет приятно. Пишите комментарии и вопросы, их мы особенно любим. И сделаем отдельный выпуск с ответами на вопросы. И встретимся с вами через три недели. Следующий наш выпуск будет посвящен профессии разработчика криптоигр, о которых уже сегодня упоминали. Так что подписывайтесь. И до встречи через три недели. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok